134 случая домашнего насилия зарегистрировали полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Быт». Оно стартовало по всей стране 20 января и продлится месяц. Сейчас 300 североказахстанских участковых ежедневно проводят рейды и подворовые обходы. С чем они сталкиваются, узнаете из сюжета пресс-службы областного департамента полиции. Она пела сыну колыбельные на ночь и научила держать ложку, а он отплатил ей постоянными побоями. Североказахстанские полицейские привлекли к ответственности 46-летнего петропавловца. Мужчина нигде не работает, а свободное время предпочитает проводить с бутылкой горячительного. Его мать неоднократно обращалась за помощь к полицейским, но ни защитные предписания, ни требования суда результата не дали. Мужчина продолжал терроризировать свою маму. Теперь тирану грозит административный арест до 7 суток. На него завели дело по неисполнению приговора суда. Остается надеяться, что неделя под стражей мужчину во всех смыслах отрезвит. Сотрудниками полиции активно применяется норма Кодекса об административных правонарушениях, статья 669, часть 2, которая предусматривает административную ответственность за нарушение установленных судов особых требований. В отношении семейных дебоширов на сегодня трем дебоширам применен административный арест сроком на 5 суток. Всего за две недели мероприятия «Быт» в Северном Казахстане выявили 134 факта бытового насилия. 45 из них благодаря рейдам и подворным обходам. Полицейские не только привлекают домашних тиранов к ответственности, но и помогают их жертвам. В следующий раз, если вдруг ваш бывший супруг перейдет с таких оскорблений, перейдет на угрозы, или может вообще будет применять к вам физическую силу, то вот здесь вот вся информация, куда вы можете обратиться, где вы можете найти убежище. За 14 дней полицейские выявили 1110 различных административных правонарушений. 683 человека распивали алкоголь или появлялись в общественных местах в состоянии опьянения. Операция «Быт» продлится до 20 февраля.